Приветствую вас. Начинайте мне бы хотелось аноним с того, что, заметьте, психологи не дают советов. Ага, я думаю, что советы вам могут дать ваши друзья, ваши знакомые, ваши родные, но не психологи. Психологи специалистами советов вас не могут. Мы можем помочь вам лучше разобраться с ситуацией в себе, но не давать советов. Это вы уже сами решите, как вам поступать. Отвечая на вопросы вначале, которые вы задаете, я бы хотел задать вам встречный вопрос. Как посмотреть, чтобы что? Далее вы спрашиваете, отпустить ситуацию или позвонить самой. Вы не сможете отпустить ситуацию по своему желанию, потому что в основе подобного неотпускания лежат чувства. И они, чувства, сами по себе не проходят. Они могут измениться, в виде измениться, только в случае, если вы будете на них откликаться. И только если вы будете на них откликаться в контексте реализации этих самых чувств. Но не в контексте, например, их сублимации, замеры, рационализации и прочее. Поэтому ваш вопрос, отпустить ли ситуацию или нет, ну, звучит несколько неверно поставленным, скажем так. Что касается позвонить ли вам самой, то здесь, опять же, вопрос заключается в том, а хотите ли вы позвонить? Ведь ситуации бывают разными, и ссоры бывают, в общем, тоже разными. И люди, которые ссорятся, они тоже разные. И они испытывают разные чувства, они испытывают разные эмоции, в зависимости от своих характеров, в зависимости от своих ценностей, в зависимости от природы взаимоотношений с партнёром. И я не знаю, что вы хотите, хотите ли вы звонить или нет. Но если вы хотите позвонить, например, то что? Вы рассчитываете, что, позвонив мужчина, мужчина, например, по просу воспрощения, то есть, если вы позвоните мужчине по просу воспрощения. Или вы хотите позвонить, чтобы извиниться за свою собственную неправоту. Это очень важный момент. В идеале, конечно, можно позвонить и извиниться только в том, что вы считаете сделали неправильно. Исходя из своей системы ценностей. Если же вы чего-то ждёте, то вряд ли звонок способен как-либо повлиять, кроме формы лотереи, на ваши ожидания. Вы пишите жиму с мужчиной в гражданском браке и жду от него ребёнка. Я не уверен, что вам понравится мой комментарий по данному вопросу, но я всё же скажу. Здесь примечательным, на мой взгляд, является то, что вы живёте с мужчиной в неофициальном браке. То есть, по факту, вы ничего друг другу не должны. По факту, у мужчины перед вами нет никаких обязательств. У вас нет никаких обязательств перед ним. Вы никак юридически не защищены, кроме наличия отцовства у ребёнка. У ребёнка, да, в случае его рождения и, соответственно, вашего права на алименты. И у меня невольно возникает вопрос. Почему вы живёте с мужчиной в гражданском браке? Зачем ребёнка вне брака, без своего собственного жилья? Согласитесь, несколько, не то чтобы даже странно, несколько безответственная позиция. Так как у него кредиты, за квартиру плачу я. И опять же, и опять же, можно как угодно, в принципе, относиться к кредитам. Можно как угодно, в принципе, относиться к тому, что человек, ну, влезает в долги. И можно как угодно относиться к тому, что за квартиру платите вы. Вот правда, как угодно можно к этому относиться. Но основным моментом является то, что вы согласились оплачивать квартиру, зная, что у него есть кредит. Зная, что у мужчины есть кредит, вы соглашаетесь оплачивать его. Ну, не его, да, а вы соглашаетесь оплачивать квартиру. Понимаете, какая штука? То есть это, ни много ни мало, ваша ответственность. Вы сами решили так поступать. И это был ваш выбор. Ну, я надеюсь, что выбор только свободный. Вот правда, я очень надеюсь, что ваше решение оплачивать квартиру было именно свободным. В том смысле, что вас никто не выставлял это делать. Сегодня произошла по телефону, он находится в командировку с ссором между нами. Смотрите, ссора никогда не происходит на ровном месте. У ссоры всегда есть, ну, есть, скажем так, ну, некоторые причины, да. У ссоров всегда есть определенная подоплека. Всегда. И тот факт, что вы поссорились, свидетельствует о том, на мой взгляд, что, вероятно, раздражение накапливалось, в общем-то, постепенно, да. Постепенно накапливалось, накапливалось раздражение. Но вы об этом почему-то не говорили ничего своему мужчину. И теперь смотрите, какая получается штука. В определенный момент времени, в определенный момент времени, вы начали делать какие-то вещи для своего мужчины. Вы решили платить за квартиру, потому что таково было вашим выбором. Это было вашим выбором, платить за квартиру. В какой-то момент вы почувствовали, что вам это стало тяжело. В какой-то момент вы почувствовали, что, по-видимому, больше не хотите платить за квартиру. Или в какой-то момент вы, может быть, может быть, почувствовали, что вам хотелось бы чего-то другого. Вероятно, да. Но ничего не сказали вы своему мужчине об этом. Недовольство копилось и в итоге вылилось в конфликт. Когда вы высказали недовольство человеку. Причем недовольство вы высказали человеку тогда, когда он был не с вами, не дома. Понимаете? И это говорит о том, что вы не заботитесь о своих чувствах. Это говорит о том, что вы ни много ни мало оказались, к сожалению, в позиции жертвы. Я высказал недовольство, что плачу за квартиру и тащу все на себе. Что именно все вытащите на себе, не очень понятно. Что устала и хочу чувствовать себя женщиной. Ну, смотрите. То, что вы устали, это более чем понятно. То, что вы устали. Абсолютно и совершенно нормально то, что вы чувствуете устал. Из-за этой всей ситуации. Я прекрасно вас понимаю во всей этой истории, скажем так. Да? Вот. Но, опять же, возникает вопрос. Но вас-то никто не заставлял тащить все на себе. Вы, получается, это делали сами и делая это самостоятельно. А вы просто, получается, себя завели в такую тупиковую историю. Понимаете? Возникает вопрос. Почему и ради чего? Да? Может быть, какие-то ожидания у вас были, которые не оправдались. Может, надежды какие-то. Может быть, человека вы воспринимали по-другому совсем. Да? Ну, не так, каким он оказался, грубо говоря. Следующий момент, который я хотел бы раскрыть, это то, что вы говорите, что я не чувствую себя женщиной. Момент, на самом деле, довольно интересный, потому что то, что вы себя не чувствуете женщиной, никак не связано с тем, что делает мужчина, например. То, что вы не чувствуете себя женщиной, связано с тем, скорее, как вы относитесь к самой себе. Вот это напрямую влияет на то, чувствуете ли вы себя женщиной или нет. И зависит это целиком и полностью от вас. Ни в коем случае это не может зависеть от мужчины и от его действий. Но если это зависит, то вы, к сожалению, находитесь все в зависимых отношениях, которые охарактеризовываются как треугольник Карпмана, вы можете почитать об этом в интернете. Понимание вообще не получило. Но, естественно, если бы было понимание, то ситуация такой бы не была. Получается, что здесь своего рода вы играете в психологическую игру скандал, которая является следствием того, что люди с одной стороны опасаются или не находятся в эмоциональной близости, а с другой стороны хотят привлечь к себе внимание болезненным таким вот способом. Наоборот, меня обвинили в том, что я не понимаю его ситуации. И это опять же справедливо, потому что мужчина думал, что вас все устраивает. Плюс ко всему мне припомнили подарки, дорогой телефон и кольцо. Меня это задело, я психанула и бросила трубку. Чем вас это задело? Он мне не перезвонил, а должен был. Учитывая наши нестабильные отношения, боюсь его потерять. Почему вы боитесь его потерять? Неужели могут быть отношения, условно говоря, удовлетворительными, да, если вы боитесь потерять человека? Вот, что означает страх потерять человека? Страх потерять человека означает по сути, что вы воспринимаете его, извините меня за такую аллегорию, вы воспринимаете его как вещь. И вы же понимаете, что это не так, вы же понимаете, что человек это все-таки не вещь, человек это все-таки не предмет, человек это все-таки живой, это личность. А личность нельзя бояться потерять, потому что личность вам не принадлежит. Ни в коем случае, ни в коем мере. Но вы, судя по тому, что говорите, именно так, точнее очевидно, что именно так, вы и считаете. Ну, иначе, как можно, например, объяснить то, что вы боитесь человека потерять? Понимаете, да? О чем идет, в принципе, я надеюсь. Кроме того, ваш страх потерять человека обозначает то, что вы преследуете некие свои желания в отношениях с ним. Именно свои какие-то определенные желания вы преследуете. А в отношениях преследовать свои желания, ну, очень такая, я бы сказал, крайне неблагодарная история. Потому что, ну, в общем, как бы, кроме лотереи, кроме негатива, кроме фрустрации, вряд ли можно что-то ошибить. Вот. Поэтому, да, очень важно понять, почему и как вы боитесь человека потерять. И как можно потерять человека, если человек вам никогда, в общем-то, не принадлежал. Что изменится для вас, если вы его потеряете? Каких последствий того, что вы его потеряете, вы не хотите? Так. Ну, и звонить сама не хочу, так как чувствую себя униженной. Аноним. Ну, я бы сказал, что унилить вас не может никто, кроме вас саму. Что-то вы чувствуете униженной себя, всего лишь говорит о том, что вы считаете себя недостойной тех подарков, которые вам подарили. Иначе бы вас не задело бы то, что вам их припомнили. Ибо, ну, припомнили и припомнили, а тебя ведь никто не заставлял мне их покупать. Ты сам купил, так и всё, проблема. Ну, если хочешь, могу вернуть. И всё. Ну, вас это задело, вы чувствуете себя униженной, значит, вы сомневаетесь в том, насколько вы достойны, собственно говоря, этих самых подарков. Вот. Ну, а это уже вопрос, связанный, как правило, с самооценкой. Это вопрос, связанный с принятием себя. Это вопрос, связанный с, я бы сказал, сознанием своей ценности, как, ну, вот, ценности человеческой. Вот. И, как бы это вопрос, вопрос, вопрос как раз к вам, вот, насколько вы цените себя. Понимаете? Какая штука. Вот так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что вы постараетесь разобраться в себе. Я надеюсь, что вы постараетесь понять свою позицию, понять позицию, может быть, своего мужчины. Вот. Понять, что он, в общем-то, не изменился, что он, в общем-то, такой был, по большому счёту, всегда. Он всегда такой был. Вот. И просто изменились вы. Вы изменились, вы стали другой. Для вас, для вас, какие-то вещи, именно, вот, именно теперь стали неприемлемы. Вот. И это нормально. Понимаете, да? То есть, это абсолютно нормально, что какие-то вещи для вас стали неприемлемы. Но об этом очень важно. Об этом очень важно. Говорить. Сразу. Да? Очень важно демонстрировать мужчине изменения, которые происходят в, ну, вот, в вашей психике, в вашем сознании. А вы этого не делаете. А вы этого не делаете. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена. Удачи. Приятно. Удачи.